Из Тихоокеанских джунглей в США снежный шторм под названием Джонас обрушился на восточное побережье. В регионе объявлено красное предупреждение. В 11 штатах введено чрезвычайное положение. Под ударом стихий Нью-Йорк, Пенсильвания, Массачусет, Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд. Весьма сложная обстановка наблюдается в американской столице. Непогода уже привела к сотням аварий, перебоям транспортного сообщения и даже гибели людей. Снежная буря для американцев не стала неожиданностью. О приходе стихии местное население предупреждали заранее. За несколько дней власти и жители северо-восточных штатов приступили к подготовке. Одни проверяли снегоуборочную технику и приводили в готовность экстренные службы. Другие закупали продукты, фонарики и лопаты для расчистки снега. Мы ожидаем, что скоро на восточное побережье США обрушится снежный шторм. Он будет сопровождаться сильным снегопадом и ветром. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что порывы ветра будут доходить до 65 км в час. Мы хотим обезопасить население, поэтому убедительно просим вас оставаться дома во время бури. Накануне всем госслужащим разрешили уйти с работы на 4 часа раньше. Отменили регулярные брифинги в Белом доме и Госдепе. Скорректировать пришлось даже график президента США Барака Обама. Циклон вступил во власть уже ко второй половине дня. Всего за несколько часов на автомагистралях восточных штатов произошло свыше 800 ДТП. Власти были вынуждены попросить американцев в выходные дни не пользоваться личным транспортом. Мы ожидаем, что погодные условия в субботу ухудшатся. Поэтому убедительно просим вас воздержаться от пользования личным транспортом в выходные дни. Не оставляйте свои автомобили на проезжей части. И не мешайте снегоуборочной технике очищать дороги. С приходом утра в США появились первые сведения о жертвах снежного шторма. По меньшей мере 9 человек погибли в результате разгула стихий. Сегодня в большинстве городов восточных штатов закрыты магазины и госучреждения. В Вашингтоне прекращено движение общественного транспорта. Пострадало и авиасообщение. В регионе отменены более 7,5 тысяч авиарейсов. Огромное число бизнесменов, туристов и путешественников вынуждены провести выходные дни в аэропортах. Я хочу поскорее попасть домой, но, похоже, из-за снежной бури мне придется провести в аэропорту 3 дня. Я приехала в Чикаго навстречу и теперь не могу попасть домой. У меня с собой только сумка, компьютер и телефон. Администрация воздушных гаваней, в свою очередь, делает все возможное, чтобы сделать пребывание пассажиров в аэропорту комфортным. Для пассажиров, которые не смогли из-за непогоды улететь домой и остались ночевать в аэропорту, мы предоставляем подушки, одеяло, еду и воду. Также некоторые пассажиры могут разместиться на раскладушках. Снежная буря, которой метеорологи дали название Джонас, будет продолжаться как минимум до завтрашнего дня. Всего, по оттенкам властей, влияние стихии ощутят на себя более 85 миллионов американцев. Впрочем, некоторые оказались рады прихода циклона с таким количеством снега. Организация Weather Gang, следящая за погодой в Вашингтоне, уже окрестила непогоду сноузилы. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями. Кто-то даже вошел в образ разрушительного персонажа, который почему-то устраняет последствия циклона. Нина Конанюк, Татьяна Волкова, агентство теленовостей.